МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Елена Кузовкина в ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня. Смотрите в этом выпуске. Близко к жизни? Зачем электромонтеры переуплатились в пожарных? Тихий убийца. Как в крае поддерживают страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями? Дышится как сейчас? Ну, по крайней мере, нормально. И по лесенке сейчас спускаются. Нету того, что раньше было. По сусекам поскребли, по амбару помели. У меня главный секрет. Я тесто выквашиваю до определенного момента, чтобы оно было, вот к рукам уже не липло. Чья булка самая вкусная? Водоснабжение в селе Андроново наконец восстановлено. Напомним, в начале апреля в селе рухнул бак водонапорной башни. Власти решили не ремонтировать ее, а опустить воду в обход объекта. Водоснабжение есть, вроде как пустили. Ну, а башню нет, не отремонтировали. То есть они как-то напрямую, вот как обещали, подключили. Но вода есть. Набор нормальный есть. Не знаю, что летом будет, когда будет поливной сезон, но пока нормально. Официальной причиной обрушения назвали износ деталей конструкции. Правда, местные жители уверены, что ЧП произошло из-за общей ветхости башни. Ее не ремонтировали много лет, отчего по несколько раз в год люди оставались без воды. В 2017-м башню включили в краевую программу ремонт 100 скважин. Но работы сразу затянулись, и спустя год рабочие просто протянули шланг от новой скважины к старой башне. Практически то же самое сделали и местные коммунальщики после апрельского ЧП. Они пустили систему водоснабжения в обход ветхой башни. Местные жители готовы и дальше пользоваться такой схемой, но боятся, что привычные проблемы, как, например, нехватка давления, снова приведут к отключениям воды. Высоковольтные провода, пожар, спасение жизни. В Барнауле проходит трехдневный конкурс профессионального мастерства для электромонтеров. Они на несколько дней отойдут от привычного размеренного графика, чтобы не забыть, как вести себя в экстремальных ситуациях. На конкурсе побывал Андрей Дреер. Электричество, конечно, но нужно еще и пожар уметь затушить и человека спасти. Барнаульские энергетики провели конкурс профессионального мастерства для своих электромонтеров. 12 команд и 4 этапа. Самые главные останутся за кадром теоретически и технологически. Но сегодня мы сняли не менее важные, наверное, два этапа. И электромонтеры перевоплотились и в пожарных, и в санитаров. Посторонние выйти из зоны возгорания. Собрались, проверили средства защиты, оделись и в бой. Сначала оборудование нужно обесточить. Включаем автомат. И дыра 1, 2, 3, 4. Разгружены. Когда прибор отключен, можно начать борьбу с огнем. Условия приближены к реальным. Возможность возгорания на подстанции исключать нельзя никогда. Это все-таки конкурс, но в каком-то смысле и учения тоже. Электромонтеры должны... Соответственно, определить для себя какие-то моменты и пути совершенствования своих навыков и умений. Конкурс профессионального мастерства традиционно проводится, ну, обычно раз в 2-3 года. Пламя потушили, а теперь спасать людей. Электромонтер должен быть готов освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать первую помощь. Вдох. Вдох прошел. Пульса нет. Насколько оцениваете себя, как у вас получилось? Ну, я думаю, в общем-то неплохо получилось. Но сказывалось волнение. Поэтому, может, какие-то ошибки и были. Но в основном бригада, по моему мнению, сработала хорошо. А в реальной жизни приходилось сталкиваться с такой ситуацией? Мне, ну, с похожей приходилось, но, как бы, вот именно реанимацию проводить нет. Завтра и послезавтра пройдет технологический этап. Там электромонтеры будут работать на линиях электропередач и электроустановках. А если что загорится, они уже готовы. Ситуации, не придуманные с такими, барнольские электромонтеры могут столкнуться, в принципе, в любой момент. И, возможно, спасти кому-то жизнь. Андрей Дрилер, Николай Шилко. День с толком. А в храмы Барнаула наведали сотрудники МЧС. Правда, не с целью исповедаться или присутствовать на службе. Накануне Пасхи решено проверить, как в церквях соблюдаются правила противопожарной безопасности. Выргиваете очку, срываете к нам, далее направляете на очаг пожара. Инструктажи проводятся для тех, кто будет присутствовать во время пасхальной службы. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют наличию планов эвакуации, свободного доступа к местам выхода проверяют источники водоснабжения за пределами зданий. Объясняем, как действовать в случае возникновения через ученые ситуации. А еще предупреждают прихожан, что нельзя приближать пламя свечи к одежде, головным уборам, волосам, задевать посвечники. Всего на территории края на контроль взято 89 церковных объектов. Непосредственно во время пасхальных торжеств пожарную безопасность будут обеспечивать более 2000 человек и свыше 500 единиц техники. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Алтайском крае растет год от года. Там на 100 тысяч человек приходится почти 600 смертей. Такую цифру сегодня озвучил главный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина. Гипертония, курение и повышенный холестерин – три основных фактора риска. От инфарктов и инсультов страдают чаще всего люди старше 65 лет. Правда, за последнее время эти болезни молодеют. И все потому, что люди не заботятся о своем здоровье, не проходят диспансеризацию и идут к врачу лишь тогда, когда что-то заболеет, уверены медики. Те, у кого имеется гипертоническая болезнь, то есть повышенный уровень артериального давления, они очень любятся лечить скорой медицинской помощью. То есть они вызывают скорую медицинскую помощь, она приезжает, им оказывают какую-то медицинскую помощь, или более того, они требуют, чтобы их госпитализировали, а постоянно препараты, которые будут нормализовывать артериальное давление, к сожалению, они принимать не хотят. Но алтайские пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, после выписки получают бесплатные наборы жизненно необходимых препаратов, или иначе кардиопакеты. Такую поддержку оказывает региональный Минздрав. С апреля медики выдали уже больше 40 кардиопакетов. Сегодня необходимое лекарство получил 64-летний пациент краевого кардиодиспансера, который две недели назад перенес сложнейшую операцию на сердце. Слово Валентине Аскеровой. Общается с врачом, с журналистами, а в мыслях уже дома, у реки, на любимой рыбалке. А ведь еще две недели назад Иван Максименко из Усть-Калманского района не мечтать, не даже ходить не мог. Его мучила сильная дышка, острая боль, груди не давала спать. В прединфарктном состоянии его доставили в краевой кардиодиспансер и экстренно прооперировали. Иначе мужчина мог погибнуть. Дышится как сейчас? Ну, по крайней мере, нормально. И по лесенке сейчас спускаются, и нету того, что раньше было. Сегодня у Ивана все показатели в норме. Его выписывают. Бонусом прилагается кардиопакет. Набор лекарственных препаратов, которые обязательно нужно принимать, чтобы держать сердце в тонусе. Лекарства мужчина будет получать в течение года. Первый набор при выписке, затем в поликлинике по месту жительства. Примерная стоимость кардиопакета 600 рублей. Вроде немного, но если умножить на 12 месяцев, получится больше 7 тысяч рублей. Кардиопакет полагается всем пациентам, которые перенесли острый коронарный синдром. То есть инфаркт миокарда, либо нестабильность на кардии. Независимо от того, есть у него инвалидность, нет у него инвалидности. В Алтайском крае людей, страдающих острым коронарным синдромом, становится все больше. Ежегодно прибавляется по 8 тысяч человек. И то, что всех их обеспечивают лекарством – хорошая поддержка, говорят медики краевого кардиодиспансера. Ведь многие пациенты, покидая стены медучреждения, перестают принимать препараты. И в лучшем случае попадают вновь на больничную койку, а в худшем – пополняют печальную статистику смертности от сердечных заболеваний. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Неработающие пенсионеры края получат доплату. Федеральная социальная прибавка полагается 100 тысячам человек. Вступили в силу новые правила подсчета доплаты до прожиточного минимума пенсионера. Теперь при каждой индексации люди смогут почувствовать реальное увеличение. Пенсию по новой схеме пересчитают всем, кому с начала года ее уже повысили по старой схеме. Причем будет сделан перерасчет за предыдущие месяцы. Обращаться в специальные службы для этого не нужно, сообщили в отделении Пенсионного фонда по региону. Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7%. Продолжим выпуск. Вкус любви пекарей к своему делу. Сегодня узнавали в Барнауле. Здесь на ежегодном конкурсе встретились самые лучшие и смелые повара-булошники со всего края. Их, кстати, было всего 8. Анастасия Дороган продолжит. Опыт не всегда равен резвости. Одна из самых старших участников конкурса Елена Зарытова, а самый последний, готовит булку к выпечке. У меня главный секрет. Я тесто выкашиваю до определенного момента, чтобы оно к рукам уже не липло. Поэтому я долго задержалась. Не спешить можно, а никто не осудит. Пекари не спортсмены. Да и секрет приготовления у каждого свой. Казалось бы, рецепты по канонам, но одни и те же булочки у двух авторов получаются совершенно разными. И не только внешне. Александр Никитин дома готовит черемуховые плюшки с переплетением теста. Здесь оригинальничает с кунжутом. Супруга Светлана поддерживает его, но сегодня в ранге соперника. Каждый сам для себя. Вот каждый мой день. Долго, победитель. Дружба. Нет, я думаю, что муж победитель. В 2018 году мы определили самое лучшее зерно. Это в Приобской почвенно-климатической зоне. Восточная Кулунда, западная Кулунда, к сожалению, показала не очень результаты в прошлом году ввиду того, что, конечно, климат подвел. Было много дождей. Жесткое зерно превратить в нежнейший хлеб – тоже навык. Его определяют как раз на таких конкурсах. Булку черкезовскую, сдобную, с помадкой, свердловскую, нарезают ломтиками, как элитные сыры. И никакой усмешки. Испечь не только вкусную, но и правильную булку, чтобы слои теста рассыпались в руках. Искусство, хоть и технологическое. Правильно произведено слоение, в первую очередь, теста. Правильно произведено брожение, формовка. Закладка сырья соблюдена. Кстати, предвзятости на этом конкурсе быть не может. Каждая булка зашифрована. Интригу сохранят до августа, тогда в крае и узнают имя лучшего пекаря. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Краснокнижных пеликанов сегодня выпустили на свободу. Они оставались на зимовку в Барнауле. Осенью прошлого года в Аллейском районе волонтеры и специалисты Минприроды спасли шесть особей этих краснокнижных птиц. Предположительно, они сбились с пути на юг во время сезонной миграции и рисковали замерзнуть. Их доставили в Барнаул и разместили в специальном питомнике. Позже к ним присоединились еще три особи, спасенные в Угловском районе и одна из Кемеровской области. Теперь с наступлением теплых дней орнитологи решили, что больше жизни пеликанов ничего не угрожает. Сегодня их вывезли на озеро Кабане, что в Бурлинском районе. Подробнее о том, как экзотические птицы вновь обрели свободу. Смотрите завтра. Житель Бийска тоже не зря полетел в теплые края. Артем Андреев завоевал Кубок России по бодибилдингу. В номинации классический бодибилдинг 175 сантиметров. Соревнования прошли накануне в Краснодаре. Кстати, в марте на соревнованиях в Красноярске Артем получил звание сильнейшего бодибилдера Сибири. Артем Андреев. Молодец. 615, Алтайский край. Также от нашего региона выступил Денис Ершов. Он занял третье место в категории классический бодибилдинг 180 сантиметров. Всего турнир собрал более тысячи спортсменов из 70 регионов страны. В России это самые масштабные соревнования по бодибилдингу за последние 30 лет. А в Барнауле прошли самые масштабные за последние 5 лет состязания по кунг-фу. Почти 500 спортсменов со всей России соревновались в красивом китайском боевом искусстве. Как город на день стал столицей кунг-фу, выясняла наша съемочная группа. Эти грандиозные движения – часть боевого искусства. Эксперты утверждают, заниматься кунг-фу можно в любом возрасте. Участники чемпионата это только подтверждают. Здесь бойцы от 4 до 35 лет. Показать свое мастерство в Барнаул приехали 480 спортсменов из 23 городов. Я очень долго доказывал, что именно Алтайская земля находится как бы посередине нашей страны и что удобно будет приехать и Дальнему Востоку, и удобно будет приехать и Центральному округу. Потому что когда мы проводим в Москве, Санкт-Петербурге, Дальний Восток и не вся Сибирь может позволить себе приехать на такие соревнования из-за того, что очень далеко. Спортсмены соревновались весь день. Они приехали, чтобы показать, чего смогли добиться за год тренировок. Основных критериев оценки жюри – 5. Демонстрационная техника, полноконтактные бои, выведение соперника из равновесия, бои на мячах и борьба. Те дети, которые в тренировочных процессах преодолевают в простых упражнениях трудности, они вырабатывают характер, и им пригодится при уже дальнейшей своей деятельности. Они не будут, не получилось, сложили руки и ушли, они будут бороться, поставили цель и идти к этой цели пути. А реализовать свои возможности, то, что у них в мыслях. Кстати, первый чемпионат Федерации кунг-фу России тоже проходил в Барнауле. Это было 6 лет назад. И с каждым годом количество участников только растет. Дарья Эдемиллер, Николай Шелко, День с толком. Лестница, ведущая в Нагорный парк Барнаула, закрыта. Правда, временно. Сегодня желающие подняться по ее ступеням встретили сигнальную ленту и объявление. Лестница закрыта в связи с проведением ремонтных работ. И санитарные уборки. Как пояснили в мэрии города, на протяжении всего дня здесь мыли плитку. Кстати, с мылом красили ограждения, урны и лавочки. Когда установится теплая погода, ориентировочно в мае на лестнице, ведущей в Нагорный парк, будут менять плитку, которая треснула и пришла в негодность. Во время проведения этих работ вход также будет ограничен, но не на один день, как сегодня, а более продолжительное время. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня на сегодня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok